вот спуск такой действительно нужна осноровка тренировка пока нам нравится завтра хотим попробовать другое место дивноморска дивноморска здесь тоже есть вот виды такие обрывы такой серьезнейший обрыв здесь если вот так вот сюда вот наступить можно просто покатиться вниз реально есть возможность скачать пасть если не зашли зацепиться то можно реально разбиться но вода такая видно здесь чистейшая просто вода мы все накупались очень-то пора возвращаться домой пойдем покушаем сейчас водички купим там есть такой мини мини гипермаркет давай пошел короче потихоньку а ну давай это у нас виднеется галенджик гипенка в общем-то голубая бездна вот смотрите как здесь все это выглядит страны там мангальная зона как бы для приготовления шелка потому что отдельно где-то готовить возле палатки не рекомендуется будет возникнуть пожар палатки прямо одна на одной мы остановились возле берега моря 15 метров поэтому нас там гораздо как-то комфортнее нету никого рядом здесь прям яблоко негде упасть сейчас идем до местного гипермаркета дойдем до моря полчаса короче спускаться ну не полчаса на минут 15 точно в основном приезжает как бы на своих машинах вот регионы 26 77 это москва у нас до ван джи в андрове рун там вот идет местные краснодарские номера как-то так вот приезжает на день а кто-то здесь ночует наверно месяцами а вон туалет по моему да у нас в да 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 2 в 1 мы там туалет короче так как мы проплатили нам туалет положим сохранить от вы приехали сами то краснодарская что они не знаю урчанка не не слышал понятно вот затем река дать им рюк знаю частная сила ездит или не каждый год но народу много конечно на самом деле да с палатками сколько стоит здесь а ведь вечером как здесь тихо спокойно на 2000 сам не знаешь что проекта приехали когда дыхается здесь адрес далеко приехали оттуда примерно это дальше москвы получается на надолго он димали прикольно а почему не какой-нибудь там номер геленджике венноморске чисто больше нравится природа толкание был на набережной но здесь поинтереснее конечно есть природа как бы единиц природой мы тоже решили вот на пару дней сюда выброс популярное место я смотрю уже много очень людей приезжают с палатками до его пик сезона разгар сезона но большинство так смотрю это краснодарский край ростов не комиков видел не комиков это домик на комик как у меня не часе из коми даже прилично ну вы севера допучать понятно а так вечерами чем-то есть заниматься здесь вообще какая-то движуха там чё-нибудь или так скучновато не начать понятного 8 ну да я смотрю народом проходила каждый там по-своему да бывает на вместе собирается там какая-то музыка там что-то такое устраивают ну понятно ну ладно спасибо цела дойдешь 7 поток сойдет жирковато да сейчас идем тут посмотрим местный гипермаркет а вот они собственно говоря эти всякие матрасы 1800 2400 это большой слушай нас интересует пятилитровка тут нет по-моему да есть только горячий ключ 40 рублей маленькая бутылочка 30 рублей пяти литровка возьмем тогда ну помните нас да но мы там остановились возле возле моря практически на склоне да там на больше понравилось там как-то более уютно комфортно ну да здесь как-то тесновато народу много да одну хватит пока хватит аду еще горячий ключ холодненько если есть ага по застань с водинка холодненько так душ душа это нам по 50 рублей надо заплатить я чтоб попользоваться все понял что мы заплатили вчера закрываем у а холодненько отлично пашка короче с лучше заварить кип-кафику вот такие вот места здесь собственно маленький волчонок на волчонка похоже можно засниму его ведь и какой красавчик красавчик волчонок волчонок красавец жарко тебе жарко в такой шубе понятное дело при девчонки а куда приехали ульяновска это далеко да сколько метров 2000 ты серьезно насколько не на сколько дней три недели понятны как вам здесь нравится но уже неделю до где-то здесь а дня 4 всего лишь но пока все впечатляет да как бы нравится природа там все такое а почему именно здесь они там не возле воды там дикий кемпинг да а мне больше гиггики нравится мы сами вот дикарями там пришли остановиться ну ладно спасибо вам хорошего отдыха давайте что идем дальше так что так вот 123 а вот питерские номера кстати я думаю нету питерских вот они стоят так что народ на самом деле здесь вечером бывает тоже по-своему прикольно каждый у нас что на город собирается вот у нас мангальная зона кстати мы место собой не взяли могли бы до принципе приготовить здесь сразу скорее всего да если мы курицы бы не делали акцент на курицы тогда бы можно было сразу приготовить не наученка меня готовить там прям возле моря принципе мы там сегодня кофе делали получилось тоже вполне хорошо вот такие палатки здесь прям целый шатры весь место тоже хорошее такое слышу вид вообще супер теплоход империя идет на проскавеевку видит пробуем проходит он мимо сейчас голубой бездны душ не пойдешь или там воды нет а там вот режим какой-то душа работает ну да 6 часов вечера до 21 плата за душа 50 рублей отдельная но это у кого все системе все включено с 250 рублей за сутки там уже входит в плату опасный спуск здесь предупреждение предупредители такие таблички висят даже купаться типа нельзя но это теперь не хотят нести ответственность за этого возможно обвал также по не запрещено вот но мы идем короче спускаемся тем не менее все вперед только вперед павел павел вудман будьте аккуратны они первый раз а что именно так тянется потом поймут то есть это лучше чем допустим курорт там какой-нибудь геленджик там где-нибудь в номере сидеть край я же почему там набережная красивая ну это само собой ну там же как бы со всеми удобствами не хватает самое главное что природа гармония с природой получить для такой своеобразный кайф ну да каждому свое согласен спуску этот немножко напрягает особенно подъем не но мы решили остановиться мы сделали более разумным мы остановили прям возле самой воды 10 метров от воды ой обалденно я люблю засыпать под звуки моря кстати хотели сразу здесь чем остановиться место освободилось вот ребята ну здесь голубая бездна такая были такие суперские такая нужна конечно спец подготовка не каждая не сможет спуститься но мы спускаемся без проблем тут нужна осноровка тренировка а вы откуда приехали сами издалека какой-то район там нет или вы едете а краснодар это близко 200 километров что а вы из москвы мы тоже ну вот мы жили в геленджике нам решили попробовать сюда съездить пока нам нравится завтра хотим попробовать другое место дивноморска нудистский пляж здесь тоже есть я что-то не видел нудистов здесь ни одного но они как бы неформально как бы а там типа неформально как образы ну можно принципе конечно там где безлюдно да не но мы ничего не хотим увидеть мы хотим просто это там отдохнуть сами хотим понудить вот виды такие обрывы а смущают вас таким своим видом да таким непристойным попадается не там официально как бы стоянку нудистов как бы уже на протяжении десяти лет она если не 15 именно в динаморске за динаморском за факел там знаете факел где сторону геленджика вот от факела там идти внутри что тоже она по где да все немножко вода помутнее на сколько дней планируете на 3 мы тоже на пару дней то есть вот так некоторые настроены здесь приезжает там буквально на две недели на все на весь отпуск да да мы решили здесь остановить но мы бы мы значит какой-то степени тоже космический а мы вот здесь вот остановились вот вот у нас палатка видите как здорово не на мы сегодня пока здесь зато уже срулим хотя место мне понравилось именно да вот именно вообще даже не был какой скользко здесь поехали поехали поехал помчался ладно хорошего отдыха вам пойдем обедать поход империя поет стороне геленджика вот павлик решился идти воду писемнадцать дней в геленджике снимки все и эти сам и и 17 дней геленджике ничего себе и потом решили сюда да под дикарем попробовать видеть может убавиться ласточка а здесь уже получается дней 8 до еще сколько потом домой да ну билет уже есть баблокар не здесь кайфово если их выпустить дату вообще здорово ты это придумал кто придумал это чтобы еще кушать надо было каждый день ну да он клюзив а сочи турции там турции допустим не ездили море там хуже но там по еде конечно лучше я представляю это пятизвездочный отель там все включено как бы не паришься насчет еды но вот на территории на 1 находиться уже скучно на течение недели чисто ощутить себя дикарем много ну тут тишины нет в этом кемпинге мне кажется особо зародах народу там немерено просто над куда-то было как мы вот выбираться вот с палаточка прям вот нас на слоне горы тогда здесь не получилось а а ну понятно когда это еще ладно хорошо мы потому что по 500 рублей срыва снимали мы 1000 рублей за сутки получается у нас ничего не было на ременьжике но пять минут до моря тоже у нас будущий минус у нас там стройка было у по утрам утрам были так начинали я убить в 9 утра поэтому никакого кайфа абсолютно мы че жалеем то что мы там провели 9 дней напряг на кто-то начинает ходить эти строители греметь там что-то резать там болгаркой были на я его мое что же такое то да там под поза аиста поле поза аиста называется да еще растяжка эти ответы он же обиднее пеницы над дельфин уже точно дельфина он спасибо за подсказку но ты короче там виднеется у нас дельфина правда на большом зуме снимаем очень поближе да прикольнее было бы за это не там с ними вместе поплавать там плеснулись где-то они короче было наконец-то удалось увидеть дельфинов ну издалека я мою видеофильм снимали откуда заказ я ну и ну и и и на и и и и и Жесть такой сделать, что тебе нравится. Такое красивое место мы остановились, да собственно говоря, вот оно, море, солнце, которое уже ушло, заон те вон сосны, ну виды конечно здесь, и мы тут, наша палаточка здесь совершенно рядышком, без цензуры, Павлик блин, ладно я там пиковку ставлю. Ходим ночами сейчас, смотрим крабов, вот он краб, под фонарик выползает, причем не один, вот он еще. Казачка очень большая, ну не маленький, здесь прям очень много, они тут реально пешат, краби были, никакой такой, очень крупный. У нас где-то 7-8 рублей. А он чисто такой, как после. Фиолетовый, да. Кстати, вот такого я сегодня под водой видел, я его пытался поймать, но не успел. Они очень шустрые под водой, а вот сейчас вот в реале их можно поймать. У нас уже штук 20, наверное, да? Сколько там? Ну к сравнению, вот мой палец. Ага. Ну так вот их здесь очень много на самом деле попадается, но мы половину, блин, мелких не берем. А здесь у нас типа такого родничка, вот можно набрать воды, пить и пить. Лучше все, конечно, пить. Упал, здесь вот ручку зубы почистить. Где еще такое удовольствие получится? Зубы чистить на море. Красота. Идем варить, вернее, варить уже крабом. И отпустить всех крабов. Вот такой красавчик он. Оп-хоп-хоп-хоп-хоп. Убежал в воду. Все, пуви дружище. Спасайся, бег. Что-то там осыпалось, да? Офигеть. Вот так вот можно сорваться вниз и разбиться. Разошли на костричи, короче говоря. Сейчас вот находимся здесь, опять же, в голубой бездне. Павлик вон плавает там. Сейчас я тоже попробую поплавать. Вот, собственно говоря, вот сварили сейчас вот здесь вот кофе. Сварили кофе. Кофе получился. Покушали немного. И поплывем. Вот такой вот, сука, не успел, блин. Вот такое тоже красивое место. Вон там кто-то разбирается на дисты. Вот здесь вот такие сосны. Крутейший склон. Иду за перфона. Иду за перфона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»